Добрый вечер, уважаемые любители хоккея с мячом. Уходит, завладели им защитники первоуральцев. Начинают они атаку. Цыганенко, передача вдоль ворот. Опасный момент. Ну вот, наверное, это был первый шанс. Началось это сделать. Вот, команды Хабаровска, Красноярска, Иркутска и Москвы обыграли своих оппонентов. Соответственно, это был Водник, Строитель, Зоркий и Родина. Это все ожидаемо. Но другое дело, что очень многие матчи, да, собственно, за исключением, наверное, Висалиев, Леонов, Анисимов, Вшивков, полузащитник наш, первоуральский. Конечно, я думаю, одна из лучших в стране. Сычев, передача в штрафную, удар с неудобной. Сказать, у Севсельмаша есть репутация команды, которая много забивает и много пропускает. Вот, опасная атака Тропникова, выход 1 на 1. Цыганенко объехал вратаря и открыл счет в матче. Еще и минут за 15 до конца матча был. Так что тоже тут матч на матч не приходится. Угловой, угловой это очень опасное оружие. Усип Севсельмаша, удар. И вот, видите, только что я вам сказал, какое это опасное оружие. И гол-то забил Сычев. Вот с этих кисты играют. Итак, удар и вратарь, вратарь гостей. В ведущих клубах, в Скане, в Тяннике, в Байкал Энергии, в Кузбассе, в Московском Динамо. Так что, кстати, кстати и в Трубнике. Вот выход 1 на 1 Даровских выходит с вратарем. Вот это да. Еще один удар. Казалось уж, Даровских, кстати, очень хороший удар. И он с этого расстояния вполне может и забить. Но тут было неудобно бить поворотом в данном эпизоде. Сейчас нарушение правил со стороны Севсельмаша. И удаление. Васюкович удален. Удар! Гол! Ох, как здорово! Как здорово! Вот-вот-вот. Ширяев стоял у мяча. Он откинул мяч направо. И мяч забил Дмитрий Сидоров. Еще одна атака. Удар. И теряю. Но вот так в целом. Но вот сегодняшний матч, наверное, опровергает это утверждение. Я бы не сказал, что у Севсельмаша есть территориальное преимущество или игровое. Но вот сейчас опасно атакуют новосибирцы. Удар. И Прохоров опять выручил команду. В этом тайме сумел 6 мячей забить в ответ. Но вообще много таких матчей зрелищных. Я уже вспоминал игру с Динамо, Казань 7-7. Но не еще одна атака. Еще одна атака трубника. Липин врывается в радиус. Бьет. Высокая скорость. И удар неплохой. Делать его очень опасным для ворот соперника. Удар. Гол. Сейчас и трубник забивает с углового. И вот на сей раз, помните... Ну, забить самим, конечно, тоже очень важно. 3-1-то это преимущество, в общем, небольшое. Но, тем не менее, это уже что-то. Атака гостей Даровских. Ох, как ловко он накрутил трех соперников. Передача. Удар слета. Прохоров здорово опять играет вперед. И затем отличился после углового Герасимова. Опасный момент у отверг уральцев. И хозяева выходят к середине поля. Много переходов бывает в межсезонье. Но вот конкретно к Сильмашу это не относится. И вот в межсезонье никого новосибирцы не пригласили в команду. Ну, то есть есть дебютанты, но это, опять-таки, воспитанники собственной школы. И даже вот Кузьмин, который играл за Енисей-2, это тоже воспитанник. Новосибирск опасный момент. Не получается пока у Трубника то, о чем говорил Эйхвальд. Искать счастья в атаке, владеть инициативой. Ширяев говорил, что вот Воронковский и новосибирский хоккеисты играют за Трубник. И наоборот, Шивко в первом ралят за Сильмаш. Кроме того, Олег Пшеничный, тренер вратарей. У Енисея, наверное, такого не было. Подача углового. Удар. Нет. Еще мяч в игре. Еще один удар. Еще один. Вот по Сильмаш. Снова гости устремились в атаку. Это Даровских. Передача в штрафную. Опасный момент. Борьба тут у ворот. И опять каким-то чудом тут уже и проход. Опасный момент у ворот Трубника. Еще один удар. Застревает мяч в скоплении игроков. Еще один дальний удар. И опять мяч попадает. Вот с этого места мяч летит в штрафную. Все его пропустили. И в том числе минуты три играть остается. Подача углового. Удар. Еще один удар. Отбились Трубники. В полном составе играют хозяева. Сидоров идет вперед. У него мяч выбивают. И вот пас на Герасимова. Герасимов идет вперед. Может выйти один на один. Так оно и есть. Удар. Гол. Но что сказать. Трубник выигрывает этот матч.